всем привет друзья сегодняшнем ролике я хотел бы с вами поговорить о ультрафиолетовом стерилизаторе показать один из них ну вот собственно старенький у меня вот уже есть показать как он выглядит показать как он разбирается и собирается и для чего нужен вообще ультрафиолетовый стерилизатор в аквариуме поехали друзья мои самые обычные простой ультрафиолетовый стерилизатор да и в принципе не простой тоже выглядит примерно следующим образом но вот у меня здесь есть старенькая модель это по-моему атман да атман это вот написано в общем еще он состоит любой стерилизатор состоит из корпуса пластикового или металлического корпуса ну как правило это нержавейка потому что идет соприкосновение с водой и с колбой внутри вот она здесь вот стоит к сожалению мне достать ее не получилось не знаю почему то ли она вклеена сюда ну не знаю либо вот времени она там может в общем достать меня не получилось колба где-то примерно достает вот где-то вот досюда да и вот досюда вот примерно достает колба колба сделана из стекла значит внутрь в колбу вставляется вот я уже анонсировал как-то в одном из своих видео что мне заказал лампу потому что старая лампа у меня разбилась друзья мои вот заказал вот такую вот лампу и собственно подключается она вот сюда вот друзья вот таким вот образом ее нужно сюда защелкнуть что-то очень туго она сюда входит вот друзья вот такая вот лампа вот так она крепится и собственно вставляется она вот в эту колбу и очень плотненько плотненько закручивается как происходит процесс очистки воды ультрафиолетом то есть после выхода вашего внешнего из вашего внешнего фильтра либо из сам по заборной помпой ну к примеру вот такой вот вода поступает на ультрафиолетовый стерилизатор здесь она идет по спирали течением вокруг колбы и обрабатывается ультрафиолетовым излучением и уже из этого выхода выходит и поступает обратно либо там сам либо непосредственно ваш аквариум если подключено все это дело через внешний фильтр значит обязательно устанавливать ультрафиолетовый стерилизатор уже после процесса фильтрации во первых потому что чтобы сюда поступала только чистая вода и не засоряла вот там вот все внутри ну а во-вторых дело в том что ультрафиолетовый стерилизатор во время своей работы убивает полностью все живые организмы которые поступают вот сюда вот в этот вот резервуар и убивает он не только не скажем плохие микроорганизмы то есть там всякие там бактерии возбудители болезни и так далее грибки но убивает друзья мои и хорошие бактерии даже те которые делают нам процесс нитрификации в аквариуме и конечно же нужно устанавливать вот эту вот ультрафиолетовую колбу уже после системы очистки то есть на выходе от внешника либо уже на выходе из сам по лично мне вот такой вот стерилизатора мощностью 18 ватт его полностью хватает для аквариума до тонны воды и он достаточно долгое время работал в аквариуме дело том что во время транспортировки лампа сама пострадала она разбилась и я долгое время его не подключал но вот как раз делал заказ на компрессор обзор на который мы делали в одном из прошлых видео и собственно заказал себе лампу сам процесс подключения уже вам показывать не буду чтобы вас лишний раз не утомлять я вам просто объясню в трех словах как все это дело вот подключаю я к себе в аквариумы без внешником а из сам по закрепляем вот такие вот входы выхода и сюда мы будем одевать шланг вот еще один вот закрепляем вот здесь там есть конечно резинки но очень хорошо если вы все это дело там промажете вазелином либо специальным аквариумным там я не знаю как она правильно называется в общем вазелином промажете для того чтобы уплотнить все эти вещи и значит есть у меня вот такая вот помпа на 2400 литров с подъемом воды в 2 и 2 метра эту помпу я использовал в сампе для подачи воды аквариум ну а сейчас я вот ее буду подключать непосредственно для ультрафиолетового стерилизатора принцип действия я беру в заборную камеру сам по устанавливаю помпу сюда одеваю шланг закрепляя его хомутом этот шланг идет вот к этому отверстию вода поступает в ультрафиолетовый стерилизатор отсюда она выходит и поступает уже непосредственно в аквариум то есть в принципе все достаточно просто без никаких там танцев с бубном я думаю ну с процессом монтажа вот такого девайса у вас в аквариуме проблем возникнуть не должно но единственное опять же еще раз повторюсь делать все это нужно только на выходе из внешника или на выходе из сам и сам под после прохождения водой фильтрации я не вижу смысла показывать это как я буду уже подсоединять все это дело потому что шланги они принципе никому не нужны если у вас возникнут какие-то трудности или вопросы относительно этого пишите в комментариях не стесняйтесь я обязательно ну либо там раскрою следующем видео эту тему либо просто в комментариях помогу вам с вашими нюансами которые у вас возникли в процессе монтажа для чего вообще нужен ультрафиолетовый стерилизатор большинство аквариумистов кричат о том что ультрафиолетовый стерилизатор в аквариуме не нужен вообще есть другая категория людей то есть ну аквариумистов которые говорят о том что ультрафиолетовый стерилизатор должен работать постоянно в аквариуме но есть третья категория людей которые используют ультрафиолетовый стерилизатор кратковременно после лечения рыбы либо во время карантина рыбы и так далее говорить что кто-то из этих людей не прав нельзя потому что все три варианта верны что я хочу этим сказать то есть вы без проблем можете содержать свой аквариум без ультрафиолетового стерилизатора и принципе вы разницу как такой не ощутите чем первую очередь поможет стерилизатор вашем аквариуме это кристально чистая вода да друзья как правило вода наших аквариумах мутеет в 90 процентов из-за того что идет вспышка размножения нитрифицирующих бактерий то есть размножается инфузория размножаются аэробные бактерии и соответственно и в воде есть легкая такая вот пелена здесь ничего страшного нет для рыбы единственное чему это мешает это нашему глазу то есть нам неприятно смотреть на аквариум когда в нем стоит легкая муть и ультрафиолетовый стерилизатор поможет вам всю эту муть убрать из аквариума если вы перекормили рыбку то конечно же у вас может на следующий день не слегка помутнеть вода в аквариуме включил ультрафиолетовый стерилизатор через несколько часов эта муть из аквариума уйдет но вы должны понимать и я об этом уже говорил что ультрафиолетовый стерилизатор убивает не только плохие бактерии в аквариуме но и полезные второй момент в котором используется ультрафиолетовый стерилизатор это когда у вас часто появляется новая рыбка например у вас там зоомагазин либо там но я не знаю вот вы занимаетесь передержкой рыбы то есть там импортом рыбы передерживаете рыбу и так далее так вот ультрафиолетовый стерилизатор очень сильно поможет в этом плане Потому что если с рыбкой приехала какая-то болезненная инфекция, то вся вода будет продезинфицирована. И ваша рыбка легче перенесет карантин. Еще ультрафиолетовый стерилизатор применяют после лечения рыбы. То есть вы вносите, ну, к примеру, тот же ихтиофтериоз. Вы делаете, значит, там несколько внесений лекарства. Ну, как правило, это три через день. И потом, после всего этого, включайте ультрафиолетовый стерилизатор для того, чтобы убрать возбудителей этой болезни из воды. Просто тупо их убить. Ну и последний вариант, когда ультрафиолетовый стерилизатор вам может понадобиться, это если у вас большой аквариум с крупной рыбой. И у вас, ну, скажем, не то, что дикое перенаселение, но рыбы в аквариуме достаточно много. Тогда в аквариуме достаточно много органики. Как правило, в таких аквариумах рыба более подвержена заболеваниями инфекционными болезнями. Поэтому ультрафиолетовый стерилизатор в таких аквариумах будет, ребята, не лишним. Относительно того, как применять ультрафиолетовый стерилизатор, то есть, чтобы он был постоянно включен, или же, чтобы он, например, включался по таймеру там на определенное время. Ну вот, лично я использую ультрафиолетовый стерилизатор только весной и только осенью. Когда идет сезон дождей, когда состав воды меняется, в воду попадает разного рода дрянь. И вот в эти периоды на 3 месяца без перерыва я включаю в своих аквариумах стерилизаторы. В данный момент, вот сейчас у нас осень, сейчас у нас октябрь, и у меня ультрафиолетовый стерилизатор уже работает практически месяц, включен без перерыва. Если вы начинающий аквариумист и не уверены, нужен ли вам ультрафиолетовый стерилизатор в вашем аквариуме, то, друзья, не заморачивайтесь этим. И лучше потратите эти деньги на дополнительный какой-то там внешний фильтр, либо там, ну, на еще что-то полезное для аквариума, возможно, там какую-то помпу течения, либо там еще какой-то там компрессор, вот, например, на случай отключения света. И не заморачивайтесь ультрафиолетовым стерилизатором. Он отнюдь не панацея от болезней, и если у вас в аквариуме уже неблагоприятные условия для рыбы, то ультрафиолетовый стерилизатор вас не спасет ни от болезней, ни от плохой воды, ни от помутнения в аквариуме. Всех этих вещей можно избежать и без стерилизации воды. И если вы научитесь содержать аквариум без вот такого рода, ну, скажем, девайсов, то уже потом, приобрев ультрафиолетовый стерилизатор, он просто вам упростит жизнь. Хочу отметить еще тот факт, что бытует мнение, что рыбка, которая живет в аквариуме, в котором периодически, либо постоянно применяется ультрафиолетовый стерилизатор, имеет пониженный иммунитет. И на самом деле, друзья, это правда. Ну, не знаю, есть ли у вас на этот счет другое мнение, пишите об этом комментарии, только я попрошу вас, пожалуйста, не говните, то есть, если есть конкретный там вот у вас опыт, то можете об этом написать. Но если вы хотите просто поумничать, либо там меня обосрать, то лучше просто не пишите, потому что все равно пойдете в банк. Так вот, из личного опыта хочу сказать, что рыбка, которая выращивается в аквариуме с ультрафиолетовым стерилизатором, по-любому будет иметь иммунитет ниже, чем рыбка, которая живет и растет в аквариуме без него. Почему это происходит? А происходит это потому, что подвергая воду стерилизации посредством ультрафиолетового излучения, мы убиваем всю микрофлору, которая находится в воде. Та микрофлора, которая находится у нас в фильтрах, она, конечно же, не погибнет, и ничего с ней не случится, но вот вся та микрофлора, которая находится в воде, она, друзья мои, погибнет. И, конечно же, рыбка имеет меньше шансов заразиться теми или иными болезнями. Но вот если рыбка заразилась один раз какой-то там, ну вот, не сильной инфекцией, то если у нее хороший иммунитет, в воде у вас нет аммиака, вы хорошо рыбку кормите, не перекармливаете, ей достаточно пространства, у нее есть постоянно свежая вода, то за счет хороших вот этих всех условий и сильного иммунитета, а он у рыбки будет сильный, потому что вы сделали все необходимые условия для того, что рыбка прекрасно себя чувствовала. Так вот, за счет своего иммунитета рыбка, как правило, переносит все эти заболевания, там может чуть-чуть переболеть, и она набирает иммунитет к тем или иным инфекционным заболеваниям. Если же у нас в аквариуме установлен ультрафиолетовый стерилизатор, то все эти заболевания, как правило, рыбку обходят стороной. В этом, конечно же, есть очень позитивный плюс, потому что мы живем и радуемся, что наша рыбка живая и здорова. Но вдруг у нас перегорела лампа. И представьте себе, что у нас осень, идут добильные дожди, у нас, к примеру, в аквариуме протока, либо мы делаем подмену непосредственно из крана, и попадает какая-то дрянь. И что мы получаем? Мы получаем вспышки заболеваний, мы получаем там какую-то слизь, муть в воде, сопли и так далее, и так далее. Потому что вся микрофлора аквариума и иммунитет у рыбки уже не адаптирован к вот этим всем вот скачкам, скажем так, бактериальным вспышкам и так далее. Поэтому чрезмерное применение ультрафиолетового стерилизатора лично я рекомендовать не могу и не хочу. Что ж, друзья, я надеюсь, видео это вам было полезным и интересным. Если это так, вы знаете, что делать. И подписывайтесь на обновление канала. Желаю всем добра, удачи, здоровья вам и вашим питомцам. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok